Добрый день, уважаемые телезрители! Это программа с психологом о главном. Сегодня мы поговорим о том, как адаптироваться в постоянно меняющемся мире с меньшим стрессом. Наш эксперт Лариса Николаевна Оржа, кандидат психологических наук. Лариса Николаевна, здравствуйте! В современном мире ежедневно все меняется быстро, настолько, что мы не успеваем привыкнуть адаптироваться. Как все-таки успевать с меньшим стрессом, как я уже сказала? Да, действительно, учитывая события последних недель, особенно. Люди так или иначе находятся в таком тревожном состоянии, что, конечно же, мешает адаптироваться. Быстро адаптироваться, это значит, надо поднимать свои адаптационные возможности. Адаптационные возможности, чтобы повысить, нужно знать, что ты чувствуешь. Есть такое вот, к нам психологам всегда вот даже с некой иронией даже относятся по последнее время. У вас же любимый вопрос, что ты чувствуешь, да? Ну, я тогда всегда отвечаю, говорю, да, потому что человек не отслеживает, что он чувствует. Вот на самом деле, что чувствует, вот как-то, ну, пренебрежительно мы относимся к своим чувствам. А если мы будем знать, что с нами происходит, тогда, наверное, будет легче все-таки принимать ту или иную информацию, а мы как раз все это испытываем от избытка информации, причем негативной информации. Я сегодня решила немножко как-то так вот несколько упражнений, что ли, поделать для того, чтобы практически, чтобы как-то показать наглядно, что как можно себе помочь. Но первое, что нужно делать, когда есть очень много всего, которое вы не можете переработать внутри себя, и туда еще вовлекаются определенные негативные эмоции, тогда, значит, первое, первое, что нужно сделать, да, такое непростое, ну, простое, на первый взгляд, такое упражнение, но непростое. Например, вот по телевизору показывают, например, столько всего, но надо знать определенные вещи, потому что новости отслеживают, люди привыкли, надо же знать, что происходит. Но когда мы это все смотрим, то негатив настолько на... Мы не успеваем переварить, да? Да, нахлобучивая человека, что человек находится в таком, в некотором таком раздрае. Визуально нужно представить три монитора для этого. Вот, например, вот по телевизору смотрите вот новости, затем какой-то другой канал, где показывают, например, что-то хорошее, мультфильм какой-нибудь, ну, по-разному. Взрослые тоже любят мультфильмы разные. Или же там, где показывают, как готовить вкусную еду, или же где вот очень много сейчас там разных тревел-программ, да, там кто-то куда-то ездит, ну, красивая картинка. То есть визуально смотреть, но надо это как-то перефокусироваться именно на то, что позитивное. То есть после того, как смотрели негативно, надо обязательно сфокусироваться на других еще этих картинках. Визуально мы можем все делать. В нашей голове наш мозг может все. Если мы что-то не можем контролировать, то мысли-то мы свои мы можем контролировать. Поэтому разные вот такие упражнения, они очень помогают. Например, вот смотрите, что то, что касается чувства. Кстати, когда я спрашиваю, что вы чувствуете, все говорят, у меня ничего не болит. Это значит, что вот мы... Такое ощущение, что мы чувствуем только тогда, когда что-то болит. На самом деле нет, мы чувствуем всегда что-то. Что ты ощущаешь, когда ты держишь, например, вот эту вот красную штуку? Сейчас что ты ощущаешь? Волнение, может быть, потому что у нас программа идет. Волнение, хорошо. И какие эмоции? Эмоции. Так, даже не знаю, тоже в ступоре. Не можешь сформулировать? Да. Хорошо, дальше. Потому что на сегодняшний день много дел, которые надо запланировать. То есть я одновременно и думаю о ситуации сейчас, о разговоре нашем, и одновременно о многих своих делах. Хорошо, давай еще раз попробуем, давай еще раз, чтобы сосредоточиться. Вот я учу тебя отслеживать все, что у тебя происходит. Так, держишь свою эту штуку. В некоторых ситуациях нам стакан даже помогает. Стакан даже держим, помогает. Так, что ты ощущаешь? Что ты ощущаешь в стакан? Тяжелый. Тяжелый, тяжелый. Хорошо, а какие эмоции испытываешь в тяжелом? Стакан меня всегда успокаивает. Потому что можно попить чай и успокоиться. Хорошо, то есть предвкушаешь, что ты сейчас успокоишься. Вот, и мысли такие пришли. Видишь, успокоение. Одна мысль – успокоение. Если это успокаивает, почему это нельзя делать чаще? Вот, держишь, не помогает. Звыла стакан. А если телефон взять, то наоборот тревожность, да? Да, тревога. Информация там. Да. Телефон всегда… Не всегда, конечно. Не всегда, конечно. Но все же, смотри. Вот я замечаю, например, даже по себе. Я знаю, кто-то звонит, и ты думаешь, тревожа. Тревога – не тревожность. А тревога определенная есть. Нас потревожили. Да. Кто это интересно звонит? Но если кто-то, кто не вызывает у тебя опасений, значит, ты с удовольствием берешь телефон. Хорошо, телефон оставим в покое. Теперь с чувством. То есть то, что ты чувствуешь, отслеживать свои чувства. Если тревога, тревожность, тревожное состояние постоянно, то нужно это обнаружить. Обнаружить. Из-за чего, да? Из-за чего, да. И понять, из-за чего это происходит. Из-за того, что… Или об этом поговорил, или еще о чем-то. Давайте предположим, что из-за того, что мы не можем свои планируемые задачи выполнить. То есть у нас были какие-то планы, и от независящих от нас обстоятельств все изменилось в миг. Привычный уклад несколько поменялся. Не то, что несколько, а кардинально поменялся. Особенно у многих людей. То, что люди планируют, в перспективе о чем думали, да, сейчас это все обрушилось. Это всегда вызывает определенный стресс. И, конечно же, человек думает, ну, а что будет дальше? Всегда людей пугают будущее. И поэтому нужно что делать? Мы можем контролировать только мысли. Мы не можем контролировать будущее. Надо это разграничить. Тогда получается, мы разграничиваем, тогда получаем. Так, как часто я думаю о будущем? Понять. И когда я будущее чувствую, что я чувствую? Что у меня внутри происходит? То есть физиологически что-то во мне происходит. И если это действительно происходит, то нужно дальше уже работать над этим. Только не заниматься психоанализом. Извините, столько слов. Это очень хорошая теория. Но, тем не менее, когда сильно занимаешься анализом того, что у тебя происходит, то ты можешь просто в эту проблему ума уйти. Сильно много. Не надо. Конкретно. Только то, что чувствуешь. То, какие эмоции ты испытываешь и так далее, и так далее. Когда ты отслеживаешь, тогда тебе легче будет. Сколько раз ты об этом подумал за день? И как только ты начнешь думать о том, что ты успокойся, все будет хорошо и так далее, это не поможет. Это не поможет. Только успокоишься только тогда, когда ты поймешь, что ты на это не повлияешь. Или когда ты поймешь, что, ну и что, 15 раз я подумала об этом, что изменилось. Ну, допустим, давайте конкретный пример. Люди сейчас очень обеспокоены, например, своим делом, бизнесом, своим будущим, именно связанным с деньгами. Куда вложить? Как не потерять свои деньги? И как все-таки хотя бы чуть-чуть приумножить, чтобы было завтрашнее, светлое будущее? Знаешь, что самое интересное? Мои знакомые, приятели и даже друзья, с которыми я разговаривала, они все говорят, то, что касается опять же денег. Это замечательно, что люди думают, у кого есть, что терять, и они думают, как же сделать так, чтобы ничего не потерять. А с людьми, с которыми я, например, разговариваю, все, знаете, с такой иронией, с такой иронией, да, и с таким юмором все говорят, да, и смешно и грустно, говорят, а мне терять нечего. Люди бегают, а мне ничего нету и так далее. Но есть, если есть, что потерять? Ну, это же хорошо. Хорошо. Значит, просто обдуманно подойти к этому. Кстати, те, которые занимаются бизнесом, не важно, малым, большим бизнесом и так далее, люди очень такие скурпулезно, они везде смотрят, мониторят, где то, что происходит там и так далее, и так далее, все равно находят выход. Смотрите, только проблема возникнет, смотри, вот проблема может возникнуть только тогда, когда человек видит только один вариант решения проблемы. Один. Вариаций очень много. Ищите все варианты. Варианты бывают разные, причем даже парадоксальные даже варианты бывают. Очень парадоксальные. Ты куда-то попал не для того, чтобы там только туда попасть, иначе в этом есть какой-то смысл. То есть в этом найти вот именно тот потенциал, который ты можешь использовать. То есть мы рисуем варианты, и в то же время понимаем, что есть и непредвиденные варианты. Да, конечно. И это надо принять. Если сильно напряжены, тогда нужна физическая активность. Просто что-то делать. Просто делать надо. Уборку. Причем это физическая активность должна быть. Не просто умственная. Умственная, кстати, труд, это порой бывает, не всегда помогает при напряжении. И при тревожности. Когда ты физически работаешь, то ни до чего дела порой бывает нет. Вечером ты устаешь, и ты спать ложишься. При этом нужно понимать, что этот физический труд тоже должен быть полезным. Только полезность дает возможность человеку это делать с удовольствием. А когда это не полезно, или это не приносит какое-то удовлетворение, тогда это просто будет выгорание. И в первую очередь нужно еще думать о том, что если даже что-то происходит глобальное, что я могу сделать, что я могу полезного привнести, кому помочь. Это очень сильно помогает. Во все времена, когда происходили вот такие страшные вещи, в виде каких-то боевых действий и так далее, во все времена помогал именно альтруизм. Помощь всем. Сейчас как раз весна еще, у людей еще немножко вот все выходит, скажем так, все эмоции. Мы более такие становимся раздражительные в какой-то степени. И как раз вы сказали, что физическая активность, то есть каким-то образом, способом надо выплескивать свои эмоции. Все-таки спортзал, уборка может дома, или что-то еще, или может петь надо. Все, что угодно. Все, что угодно. Разно именно для тебя и для других. Для тебя тоже должно быть, не только для других. Вот когда, опять же, смотрите, когда тебе это приносит удовлетворение, тогда только это на пользу идет. А если ты через силу кому-то начинаешь помогать, то это выгорание. А можно ли вредными привычками вот свои вот такие? Ни в коем случае. Это еще больше усугубится. Еще больше усугубится. Почему? Потому что когда пьет человек, на следующий день что испытывает? Чувствую вины. А чувство вины, как правило, не помогает человеку нисколько. Чувство вины от того, что, во-первых, много времени потрачено на это. Опять же, когда ты, ну, тягостное чувство вот это, что ты сделал что-то не так. Через три дня это проходит только. Представьте себе, вот этот день выпил, три дня. И три дня, это много времени. Поэтому лучше, конечно, находиться в осознанном состоянии, чтобы не потерять вкус того, что ты делаешь вообще в жизни, вкус жизни. Если у нас не получается планировать свою жизнь на дальнейшую перспективу, то можно ли хотя бы маленькие планы строить? Да, конечно. На сегодня, на неделю, на месяц. И обратиться к тем планам, которые были раньше, до чего руки не доходили. Если руки не доходили, значит, сейчас самое время заняться этим. Лариса Николаевна, еще вот такой вопрос, как раз говоря про адаптивность в быстроменяющемся мире. Хотелось бы узнать, как же реагировать на консерваторов, которые на работе или среди друзей, или в семье даже, именно своими убеждениями пытаются нас тоже втянуть в это состояние консерватизма, что ничего не должно меняться. Это вот лозунги даже выписала. Никогда не будут менять свои принципы. Всегда так было, всегда так делали. Не нужны мне ваши нововведения. Скрываясь за маской консерватора, у человека могут быть свои личностные проблемы. Например, ну, для примера смотри. Вот, например, да, я не буду, ну там, допустим, связывать свою жизнь с кем-то, потому что я опять разочарование, опять там, страхи. Это называется страхи вот эти, это называется избегание. Люди вообще очень склонны избегать чего-либо, или склонны маскировать свои истинные чувства, истинные намерения. И поэтому здесь внутри тоже надо покопаться. Но то, что касается истинного консерватизма, где есть действительно истинные ценности, которые с поколения в поколение передаются, но здесь я считаю, что это неоспоримо, здесь спорить не о чем. Но есть вечные ценности зла, добра, там и так далее. Но опять же, это же субъективно абсолютно. Субъективно. Но всё же, если это даёт возможность нам действительно оставаться морально устойчивыми, почему бы нет, но то, что касается того, что вот так должно быть через колено, это всегда вызывает сопротивление. Всегда. Даже если ты согласен с этим. И вот смотрите, есть у нас установки конкретные. Человек не склонен менять свои установки. И как только человек задумался о том, что так, у меня вот такие-то установки, у меня такие-то установки, мне надо поработать со своими установками, таких людей, к сожалению, очень мало. Ему комфортно думать так, а зачем переубеждать в этом. Но тем не менее, если ты своими установками, негативными тем более, ты начинаешь создавать определённый климат, неблагоприятный причём, то, наверное, с этим можно побороться. В принципе, как можно побороться? Просто сказать, хорошо, я уважаю ваше мнение, я уважаю ваше мнение, но у меня есть своё мнение, всё. Можно для примера вот одну негативную установку озвучить? Молодёжь думает только о себе. Или же молодёжь думает только о деньгах, или чтобы было легче не работать, не проявлять усилия какие-то, а хотят получить быстро и сейчас всё получить. А так не бывает, а мы в своё время, мы работали, мы это создавали и так далее, и так далее. Да, это, не знаю, насколько это может помочь. Если так постоянно думать, и вешать ярлыки навсегда. Почему? Потому что, понимаете, есть ограничивающие убеждения, которые мешают, а вот как раз-таки те, которые вот этими установками пользуются, они ограничивают тебя в твоих действиях, особенно в своих детей. Вот так должно быть и всё. Ты же ограничиваешь. А ещё есть просто общие такие иррациональные установки ещё есть, так называемые. А иррациональные установки, они касаются общих, обобщённых таких понятий, например, всё должно быть правильно. Кто сказал, что всё должно быть правильно? И это тоже надо отметать. Это иррациональная установка. Или же, например, все должны меня любить. Да ничего подобного. Никто не обязан. Да, никто не обязан, никто не должен тебя любить. Почему? Потому что, ну, элементарно есть понятие симпатии, антипатии, может быть, ты не... И человек начинает внутренне себя там грызть по поводу, что кто-то на меня так посмотрел, кто-то там... Это значит, что что-то там с тобой происходит не то. Или же, например, справедливость восторжествует. Вот. Исторически, если посмотреть только... Справедливость не всегда дожествовала. Мир такой, какой он есть. Мир такой, какой он есть. Мир, к сожалению, он жесток. К сожалению, жесток. Но зло — это и есть зло. Добро — это добро. Человек всегда должен оставаться человеком. И человеком остаётся только тогда, когда ты добр. Можно ли сказать, что человек какой-то категоричен во всех вопросах или в каких-то конкретных? И всегда ли это плохо или хорошо? Это плохо. Это называется ригидность. Негибкость — это всегда неумение подстроиться, адаптироваться даже. Человек, у которого адаптивные способности хорошие, то он всегда найдёт компромисс. А как раз ригидные люди, они компромисс не ищут. Они на своём стоят. И, кстати, сами же от этого и страдают. Они сами страдают. А можно ли в конце нашего разговора узнать, где же грань между гибким характером и беспринципностью? То есть кто-то постоянно подстраивается, и про него может тоже ярлык висеть, что он хамелеон. Может, он конформен? Есть такое понятие. Конформность — это тогда, когда ты поддаёшься под чужое влияние легко и делаешь всё, что люди хотят. Просто тип личности. Да, просто тип личности — это базальная тревога по нашему. Базальная тревога с детства, когда ты всё время завоёвывал любовь. То есть одобрение всегда искала от других людей и так далее. И вот эту тревогу ты привнёс в свою взрослую жизнь, и ты тоже стараешься быть хорошим, понравиться для всех. Удобным. Удобным, да. Над этим тоже надо поработать. А то, что касается беспринципности, как ты сказала, беспринципности в зависимости от того, какие принципы, опять же. Принципы тоже бывают разные. Но некоторые, знаете, могут просто закрываться за этой фразой. Типа, я принципиальный человек, я не буду этого делать, например. А что за этим стоит, тоже надо посмотреть. Плохие принципы, да? Возможно. Возможно, плохие могут быть. Но если это хорошее, почему бы и нет. Есть всё равно в любом случае в каждом человеке потребность быть хорошим. Это всегда людей волнует. Не дай бог обо мне подумать плохое и так далее. Ну разве это плохо? Это же хорошо. То есть любого злодея можно полюбить, и он станет добрым? Конечно. Хорошо. В конце нашей беседы, Лариса Николаевна, хотелось бы услышать от вас пожелания нашим телезрителям. Поменьше разговаривайте о негативе. Поменьше слушайте недостоверную информацию. Побольше обращайте внимание на тех людей, которые нуждаются в чём-то. И если ваша помощь нужна, то помогите. Сейчас такое время, что действительно, может быть, мы в такое время историческое живём, когда наши любые слова, любые действия, они имеют большое значение. Поэтому очень аккуратно, словами опять же, мягко всегда выражаться. Потому что любое слово, даже казалось бы, незначительное слово может стать триггером для кого-то. Сейчас люди просто в таком напряжении находятся, что действительно у меня такое подозрение, что многие почему друг на друга начинают вот именно огрызаться, конфликтовать и так далее. Просто потому что любое действие может стать триггером. Это общее такое эмоционально заряженное состояние у людей. Поэтому поменьше агрессии, поменьше хороших слов и поменьше позитивного мышления. Побольше хороших слов. Да, побольше хороших слов. Извините. И желаю всем мира, добра. Спасибо. А я завершу нашу программу цитатой французского философа Жанна Поля Сартра. «Тот, кто берёт на себя ответственность за свою жизнь, обретают свободу быть собой». Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова